привет и от ребуар ну брайна мапса вышел новый видосик это у нас опять же айсберг звать тайны и загадки интернета 2 давайте посмотрим надеюсь будет что-то интересненькое поехали всем привет друзья с вами браин здорово пожаловать во второй выпуск тайны загадок интернета спасибо за что добрался из друга разбираем самые потаенные уголки всемирной паутины сегодня выпуски мы обсудим подозрительно пустые апартаменты в центре города почему-то никто не живет но машину стоят посмотрим подборку странных видеороликов с необъяснимыми чужиня ново зайдем в версию тик тока и удивимся мягко и от того что скорее мда происходит а также я дам вам послушать отрывок одной песни которую слышали все но почему-то никто не может найти не и полную версию не даже ими исполнителя ну чтож запасайтесь дыхать если это эта песня который позвучал ее не слышим потому что мы начинаем погружение поехали качество застряла как будто мину кейт мы живем симуляции так лица в серии блин а эту теорию ему солили уже очень много раз типа в матрице что линейте фильмы музыка все что угодно затрагивала так или иначе где она заключается в том что вся наша планета это симуляция все мы живем в смоделированной реальности который кто-то управляет в качестве дороги возьмем виртуальную реальность кто и управляет игрок компьютер но все мы знаем что искусственный интеллект не безупречен и может давать сбой и если наше существование смоделировано компьютером значит и здесь могут быть свои ошибки из бои какие например человек провалился под текстуры ну так если это какая-нибудь яма сделал подборку видео в которой мы с вами сможем это увидеть давай на этом видеоролике мы можем видеть женщину буквально застывшую на полпути словно нпс в компьютерной может быть она просто чем-то задумалась и подумала надо бы наверно возвратиться потом такая нет ноги были как будто бы произошел некий сбой в матрице который привел к подобному явлению в комментарии ну или просто не с психикой проблемы которые предположили что у этой женщины мог случиться припадок и такое действительно имеет место быть как оказалось я погуглила эпилептических припадках и обнаружила таком состоянии как абсанс это отдельная форма эпилептических пароксизмов протекающая с кратковременным отключением сознания без судорог от курочек странно я думал эпилепсии это именно к типа судороги пены зато выглядит это совсем не так как на видео поэтому я сомневаюсь что это может быть как-то связано давайте посмотрим еще одно видео вот это было странно но мне что-то кажется это монтаж в этом видеоролике группа молодых людей проводит время на озере одна девушка решает прыгнуть в озеро с помощью тарзанки и сталкивается с неким препятствием которое меняет направление и прыжка это бред как вы можете видеть там буквально ничего нет как бы врезалась в невидимую текстуру прям дальше нельзя карта не прогружена игре а на этом ролике мы видим что с одной стороны поезд едет на большой скорости но как только человек снимающий это переводит камеру на другую сторону поезд плетется со скоростью черепахи возможно это из-за того что с этой стороны просто ближе гораздо стена с другой она дальше поэтому такое это как его ну иллюзия так сказать нет хуйня на постном масле человек просто снял два разных отрывка и соединил их на моменте поворота камеры я делал подобный прием своих старых скетчах когда мне необходимо было заявить двух разных персонажей в одном кадре короче как бы странно это не выглядело я уверен что большая часть этих видеороликов это монтаж естественно монтаж бич например здесь мы можем наблюдать как самолет застыл в воздухе до 100 процентов это тоже монтаж однако люди которые хоть немного разбираются в компьютерной графике скажет вам что это фейк кто-то просто снял видео на iphone и попытался притречить самолет к небу и выглядит это достаточно криво видите как он дергается получается теория проверкнута можем видеть почти 6 подобном видео однако стоит отметить некоторые из них сделаны уж слишком реалистично но какие например ролику с девушкой прыгающего озера могу сказать что здесь не все так однозначно да по-моему все однозначно это явно монтаж монтировать ролик снятый трясущимися руками на телефон и сымитировать подобные движения ой блять как в кино что только не происходит я думаю человек просто хорошо умеет монтаж и поэтому не так получилось сможет далеко не каждый и естественно сомневаюсь что кто-то бы стал так стараться ради какого-то там ролика для тик тока а почему нет хотя кто его знает этот ваш тик ток чем мы узнаем что он у вас тик токи лаки лаки мину кей за всю свою жизнь я арендовывал немало квартир и апартаментов и порой сталкивался с не самыми но про квартиры точно знаем потому что сколько там видео роликов было с перед нами соседями кто-то любил громко слушать музыку по ночам кто-то не любил выносить мусор и постоянно оставлял его входной двери в коридоре пока этого не опутывала создание это бред какой-то вообще это был я а теперь представьте такую ситуацию ну как снимаете жилье либо останавливайтесь в хорошем отеле в центре города который пользуется большим спросом в силу своего удобного местоположения и обнаруживаете что вы единственный человек проживающий там так вот подобный случай произошел с одним мужчиной который останавливался проездом в атланте и начал документировать всю эту странную ситуацию в своем тик токи обментики сами скетчей дигарма макомплекс с муалов бэк козы сей-то долгий стул бэк коди утверждает он единственный человек переполнен у никого нет страна живущий в большом жилом комплексе потому что за время его проживания он больше там никого не видел все пропали как-то страшно и это несмотря на то что на ресепшене ему заявили что апартаменты которые он собирается арендовывать одни из последних свободных не заметно остальные заняты либо забронированы в пятницу он заметил как персонал разносил по номерам меню местного китайского ресторана для заказа еды в номер и что самое тревожное уже в понедельник когда он шел по коридору это меню все еще висела на каждой двери то есть спустя три дня не один из постояльцев его так и не забрал что наталкивает на мысль что здесь нет никаких постояльцев она ходит в человек ходил зачем тогда разносить меню следующем видео этот мужчина спускается в паркинг место где каждому проживающему здесь человеку есть возможность припарковаться и типа тачек я а людей 0 что странно количество машин там было больше чем количество квартир в этом я долго больше чем количество людей потому что там один некоторые из них были покрыты толстым слоем пыли как будто бы ими давно никто не пользовался более того проходя мимо одного из автомобилей коди замечает парковочный талон на одном из них так вот оказалось что дата этого талона значится на 2019 год как думал там стоит странности на этом не заканчиваются смотря следующий видеоролик можно заметить вообще на самом деле сразу бы съехала оттуда какого хера многих дверях этого комплекса все еще присутствует защитная пленка на замках во всем здании нет пожарной сигнализации а когда коде вышел на улицу то заметил что в большинстве окон отсутствовал свет в комментариях к этим тик током стали появляться люди заявлявшие что когда-то тоже останавливались в этих апартаментах одна девушек также написала коде в инстаграме да она могла просто это придумать например привет случайно наткнулась на твои видео об апартаментах какое-то время назад я жила там и тоже заметила некоторые странные вещи ничего не могу сказать насчет пустоты потому что когда была там там было вполне прилично людей но за пару месяцев до нашего отъезда что-то определенно было не так за пару месяцев до нашего она там типа так долго жила примеру мой жених нашел во дворе бейсбольную биту обмотанную колючей проволокой хрена происходить когда сменилось руководство так что же здесь происходит на самом деле такое этот коди согласно его тик току коди юрист из атланты который предлагает различного рода юридические услуги что наталкивает на мысль что это снова все является фейком и что таким образом коди ну да может быть прорекламировал типа это свой сайт внимание к своей персоне и к своим услугам довольно необычный способ саморекламы не так ли да потому что как бы эти ролики вообще не располагают к тому чтобы какие-то у него услуги брака это не единственная теория много также предположили что владельцы данного апарт комплекса занимаются отмыванием денег что это значит но вполне возможно только мне кажется тогда вообще зачем люди это значит что если кто-то зарабатывает деньги незаконным путем например продает наркотики оружие либо занимается проституцией в интересах этого человека максимально скрыть все эти источники дохода мы все с налоговой полиции и один из известных способов сделать это купить бизнес в нашем случае это работает так как в фильмах есть востребованный комплекс апартаментов хорошей локации люди приезжают останавливаются снимают номера бизнес пользуется спросом официально владельцы зарабатывает одну сумму денег в месяц они ставят другую платить за нее налоги и все прозрачно но на самом деле если мы предполагаем нелегальные способы заработка владельцы могут получать гораздо больше и все деньги прятать за основным официальным доходом делая вид что все эти заработки идут якобы только от сдачи от портамент на данный момент это вся известная информация связана с этим случаем быть может мы когда-нибудь узнаем правду ну типа про отмывание то это не информация это предположение только а пока если вы снимаете жилье советую вам познакомиться со своими соседями спасибо не надо вдруг то психи какие-нибудь если они конечно есть блять она там на апартаменту мне бы точно денег не было если только простую хату в простых хатах явно есть соседи лицо в телевизоре давай около двух лет назад анонимный пользователь опубликовал пост на портале фо чан а странном явлении которые обнаружили его друзья во время пребывания в отеле супер эйт снова история странном отеле отель и блин это вообще кладезь всяких ужастиков не совсем думаю что отель в этой истории совершенно не причем как и в каждом нормальном отеле у них в номере был телевизор в нем было доступно 68 различных каналов так не скука на смарт-тв вот переключаясь между ними они случайным образом попали на канал под номером 73 которого в соответствии с списком каналов доставленных отелем быть не должно они стали мне видео своего телевизора в номере и когда переключили на 73 канал обнаружили кое-что странное сейчас она прыгнет на в лицо там были меморожки побежали на самом деле лицо окруженная помехами в правом верхнем углу была надпись плюс тв после этого они прошерстили все 68 каналов и обнаружили еще несколько похожих содержащих обычный белый шум однако не нахуй она блять нахер вообще эти каналы вставлять в одном из них не было ни лица ни логотипа плюс тв если бы я наткнулся на подобное дерьмо вы бы нашли меня прячущегося в углу и активно искавшим другие телепоситы подруга автора этого поста который находился в этом номере отправила ему смс если к утру я буду жива то проверю этот канал еще раз и сообщу изменилось ли что-то ну и конечно же проснувшись на следующий день канал с жутким лицом никуда не делся интересный факт номер в котором они остановились был 404 ошибка а я сейчас думал скажешь 1408 как фильме все мы знаем ну это помощь у кинг написал или кто что означает книжку число ну ладно я думаю это все-таки совпадение это за канал такой плюс тв выяснилось что плюс тв это финская платная телевизионная сеть зарегистрированная в 2006 году и прекратившая свое существование в 2016 из-за конкуренции на рынке а сам канал под номером 73 ранее использовался несколькими телевизионными станциями в северной америке и был удален из использования на телевидении еще аж в 1983 году давно комментариях как обычно все начали выдвигать свои теории кто-то заявлял что ребята обнаружили удо так называемый неопознанный цифровой объект я не думал типу слон до срочного освобождения первый раз слушай вообще-то курж это выдуманный термин который зачастую используют любители крипипаст кто-то предположил что перед закрытием на этом канале транслировался репортаж про серийного убийцу и когда канал отключили образовался лак в виде стоп-кадра из этого репортажа ну и конечно я такое может быть вот первый раз часть скептиков писал о том что это фейк либо же чья-то шутка но наиболее вероятную версию в комментариях выдвинул другой анонимный пользователь она заключается в том что в те года когда аналоговые телевизоры были обычным явлением существовал такой термин как тв пиратство неиспользуемые частотные каналы которые находились поблизости часто угоняли и транслировали по ним всякую дичь первый раз в таком случае и якобы подобными вещами занимаются и по сей день всякие гики которые таким образом либо тестируют передачу информации либо подшучивают над людьми неинтересно самом деле но все-то мне кажется сомнительным которых остались в доступе отключенные каналы но вот что меня зацепило в данной теории неиспользуемые частотные каналы которые находились поблизости часто угоняли транслировали по ним всякую дичь каналы находящиеся поблизости это означает только одно тот кто намеренно транслирует это криповое изображение на 73 канал живет в этом отеле находится в том же самом отеле что и эти ребята а возможно мурахи побежали и в номере по соседству но зачем и с какой целью это чтобы пугать блять смеял с вами уже никогда не узнаем потому что все умерли так что там протез сейчас будет тесла видит призраков непонятно как правда но кей технологии не стоят на месте и за последние 20 лет произошло множество прорывов благодаря множество телефоном можно поговорить с человеком находящимся на другой части планеты благодаря интернету можем его увидеть благодаря нейросетям можем поговорить с кем-нибудь даже если у нас нет друзей благодаря эукариотному синтезу можем путешествовать по ближайшим вселенным что такое эукариотный синтез я уже туда в фантастику ушел извините не та реальность и конечно же важной частью современного мира являются автомобили если раньше нам говорили что в будущем машины будут летать то многие из нас реагировали на это с долей скептицизма ну да или с надежды такого бля за еще скажите что компьютеры будут писать за нас дипломы и собственноручно сочинять музыку по-моему они похожи на это адель типа поезд смейса он слайк фрэдди мэркьюри синий я делал 50 вообще на самом деле что не узнаю вот без авто и где подписал из бен сам байсов твой совы здесь но теперь наблюдая за стремительным развитием технологии мы уже ничему не удивляемся одним из самых значимых достижений нету все-таки наверное как бы когда-нибудь будущем и мы сможем удивиться последнее время стала возможность внедрения системы автопилота автомобилей а не вот совсем недавно была новость то что погиб первый человек с абсолютно нормально сама едет никого нету я в машине один и меня везут ой блин и одна из самых известных компаний работающих над данными разработками и финансирующий их является тесла делать она все уверенно достаточно резко как бы из-за этого иной раз бывает страшно конечно же на данном резко ей пофиг на то что там находится кожаный мешок машины все далеко от идеала только недавние новостные заголовки о том как тесла потеряла контроль и врезалась в витрину какого-то магазина отстанет слой и тезла pulling of a road coming close to a stop before it suddenly shoots off apparently out of control gathering speed the electric car rules past camera of the camera and oxus cyclist of the bay ой 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 и слаймс into a building а чё человек в этот момент за рулем не было и не мог остановить это все это происшествие было связано отказа тормозов а какого хера типа отказ тормозов это бред ну типа чувак уже почти остановился потом поехал что за херня и так там уже разогнался блять но как это вообще работает для работы автопилота система должна уметь распознавать окружающую среду дорогу ограждения и конечно же людей для этого автомобили тесла были оборудованы встроенными камерами ультразвуковыми датчиками и радарами которые работают в одной связке все эти данные система также визуализирует через планшет со своей собственной операционной системой так вот вся эта возможность теслы видеть все что происходит вокруг нее вызвало некоторые вопросы у людей а произошло это после того как в ноябре 2020 года найти не фигасе этого канале тесла грего было опубликовано видео в котором система распознавания тесла обнаружила у дороги человека которого в действительности там не было да это ёбаный глюк просто и все исчез ты сначала волновей пошел до или начали гадать что же это такое может быть так глюк обычно первое что мне да и наверняка многим из вас пришло в голову это то что это всего лишь какой-то баг все эти датчики все еще на этапе разработки поэтому подобные ошибки они вполне ожидаемы может быть камера ошибочным образом принимают определенные объекты на дороге за человека в общем причин там еще кстати по моему дождь шел может быть она блять дождь визуализировала множество однако после того как это видео завирусилась на многих платформах некоторые решили проверить эту теорию собственноручно а кое-кто решил отличиться завел свою теслу и поехал на кладбище и как вы думаете что он там увидел людей что происходит интересно выглядит целую колонизацию мурашек понимаешь вы знаете какой скептик поэтому я сразу начал размышлять о том что наверняка кто-то просто смонтировал отдельное видео с интерфейсом тесла добавил туда человечках и просто произвел но без проблем тоже можно мегасет сделать видео через этот планшет но подобных роликов десятки многие люди захотели проверить это и столкнулись подобной херней все да вот там фас окружили призраки не знаю не знаю что тут сказать я предпочту думать что это просто несовершенные недопиленные датчики да мне кажется так оно и есть на барахлят что скорее всего является правдой а представьте если кто-то научится перехватывать сигналы от этих датчиков и вмешиваться в систему распознавания окружения но это без проблем и кажется тоже можно сделать сколько же судебных исков будет кто-то оставил комментарий получается илон маск непреднамеренно создал первый в истории детектор призраков прочитав данный комментарий что нет кажется мы с вами уже видели что-то подобное ну ка еще раньше фильме в каком-то а чё за фильм песня которую никто не слышал до этого он сказал который все слышали но не могут найти название и так далее что вы делаете когда слышите понравившуюся вам песню по радио либо в кафе судорожно хватаете телефон в поисках шазама и пытаетесь поднести его к источнику звучания между замок а я с нет но я пытаюсь найти каким-нибудь образом как можно скорее толкай женщина детей вокруг по крайней мере у меня была подобная ситуация блять тут и конечно жестокий песни которая в последние месяцы а точнее бы даже сказал годы взбудоражила интернет потому что никто не может найти нее точное название не имя автора не конкретного примера где она могла звучать но при этом каждый кто слушал отрывок из этой песни говорит о том что когда-то где-то я уже точно слышу песня первый раз услышали но при этом никто не знает ее название с чего все началось есть такой сайт вот the song . com люди со всего мира грузят туда отрывки различных песен которые они записали на телефон к примеру и пользователи этого сайта помогают им найти название в общем то туда идут когда шазам вообще ничего не распознает а гугл при написании в него хоть какие-то слова из какой-то определенной песни ничего не выдают короче сайт для отчаянных кстати я сам лично пользовался этим сайтом еще до всей этой истории и люди там действительно помогли мне с поиском одной песни так вот два года назад пользователь под ником carl92 загрузил туда отрывок композиции длительностью 18 секунд и попытался охарактеризовать ее жанр поп английский язык середина восьмидесятых плохое качество и в скобочках предположительное название он даже не подозревал что этим постом открывает ящик пандоры потому что в последние два-три года интернет просто взорвался только на и почему я этого не об этом не слышал на рту что за мемами всякими гриппостами не сайте отрывок прослушали более ста тысяч когда даже закрепленные платные посты набирают максимум около десяти формы социальные сети музыкальные сайты были завалены вопросами и обсуждениями откуда эта песня кто ее написал почему у меня такое ощущение будто бы я ее уже слышал да огромное количество людей пишут о том что и там пишут американцы видимо что в америке может услышали а у нас в россии вряд ли она с этой популярностью кажется им подозрительно знакомый вот такой вот парадокс песня которую все слышали но при этом никто ничего они не знает что довольно иронично учитывая ее текст everyone knows that каждый знает это послушайте не знали и напишите в комментариях кажется ли вам эта песня знакомый а тогда он не ту песню включал без понятия вообще чё это такое блин может какая-нибудь тяба или спайс герлс или как они там назывались мне нет я ее первый раз слышу я понимаю почему многих людей возникает это знакомое чувство как многие писали в комментариях она просто очень похоже на огромное количество композиций выходящих в то время 8 все одно и тоже но вот лично у меня ощущение что я слышал именно эту песню именно с этим текстом и мотивом никогда не возникало у меня тоже я его теперь раз слышь сегодня по каким-то причинам она звучит пугающе для меня сразу это из-за качественно ли какая-то тревожность а мозг рисует различного рода лиминальные пространство хотя у меня так со многими песнями с того времени вспомнить только ту самую сцену из 1408 я сразу ну-ка что за сцена была я бы смотрел этот фильм я имею не особо понравился чисто из-за того что наверно в плохом качестве смотрел надо пересмотреть нормально с мурашками так откуда вообще взялся этот отрывок карл 92 сообщил о том что два года назад он оцифровал свои старые аудиозаписи из 90-х ну знаете в то время не существовало вот этих вот всяких интернетов а шазамов уж тем более люди записывали любимые клипы с помощью видеомагнитофонов при прослушивании его заинтересовал отрывок из этой песни и таким образом и родился оригинальный пост что люди уже успели нарыть за эти года некоторые предположили что песня была записана неизвестной группой которая распалась до того как выпустить и другие счета после а как туда на появилась или что это была чата демо версия которая была отвергнута звукозаписывающей компании кто-то даже определил частоту звучание и судя по этой частоте сделал вывод что скорее всего это была запись какого-то телеэфира к примеру с того же мтв однако никакой прямой взаимосвязи этой песни с канала мтв так и не нашли были также предполагать надо было написать мтв исполнение что эта песня сгенерирована нейросетью эту догадку быстро отмели потому что оригинальный пост датируется двадцать первым годом а тогда нейросети такого еще не умели без я уже не помню еще сильные догадки о том что это могла быть демка для рок-сет что ее автор некий ос ним рок-сет помнит мэла что я спел какой-то певец из японии поскольку из японии по моему женщина пилами показалось многие услышали там японский акцент все эти догадки девочки по моему там девушка была не лада я уже от подзабыл так и остаются догадками прошло уже больше двух лет а песня так и продолжает очаровывать и интриговать слушатели по всему миру это сейчас мы с вами живем время когда любой загруженный пук в интернет вероятнее всего останется там навсегда невольно задаешься вопросом сколько же еще существует потерянного контента из того времени о котором мы даже не подозреваем но я все же как обычно отнесусь к этой истории с доли скептицизма потому что ну не верю я не верю что такую песню как это которая звучит как хит вот правда не верю я что никто кроме этого карла 92 они ничего не слышал как хит но я не сказал бы что какие-то звучит но не знает так что я склоняюсь что этот карл сам ее написал взял мотивы из популярных треков того времени и испортил качество ну по невозможно еще и текста хватит учился издевкой вот так появилась новая криппи поэтому лично я сомневаюсь что полная версия этой песни вообще существует там же женщину поет кто это сделал ты кто блять следит за мной я бы не удивился этому факту если бы я был не в грёбаном лесу но кто-то определенно решил меня разыграть да я так понимаю сейчас рекламка 5 будет интересно специально выезжает в лес куда-то и встает вот так вот просто на дороге как обычно какая-то хуйня происходит когда эту рубрику снимаю я уже нечему не удивлюсь мы тоже так что это это еще что такое глаза все это видим конечно видим показываешь что лифт как он туда лифт принес лифт ватт а кнопок нет я туда не заходил на вот кнопки типа все в крови вырули половину кнопки да какого хера блять а как это работает его вообще ничего не смущает какого-то урод открыл блять что-то было неожиданно мне нравится это песня ты кто такая какой-то странный звук успел не и плохо все сделал такого ужаса дальше записывали эту рубрику Застрял Так, как-то криво они открываются Зависло Пока я монтировал этот выпуск, песня была найдена А, да, серьезно? Что-то как-то быстро Ее официальное название Alterior Motives Скрытые мотивы Автором является Кристофер и Филипп Буф Я не знаю, кто это такие Че-то как-то, блядь, два года не могли найти Но пока монтировал Брайан ролик Ее сразу кто-то обнаружил Так как это работает? Так, где же все это время на самом деле Таился оригинал, да, на композиции Броне? В смысле? Выяснилось, что фрагмент песни взят из малоизвестного Фильма 86-го года Ангелы страсти Серьезно? Это кто-то, блядь, пересмотрел все Пронфильмы Это разгадано Какая дерь Отец восьмерых детей Сейчас, это как будто что-то удивительное, блин Что ж, мы с вами снова переносимся в Китай И снова заходим в их местный тикток Да, напоминает последний слой первого выпуска Тайны Загадок Интернета Ох уж эти китайцы Мужчину которого вы видите на экране зовут Донг Он проживает в небольшом деревенском городе Кесю Джой И в последние года обрел популярность в тиктоке Где он позиционирует себя как отец-одиночка Он, скорее всего, наверное, украл себя Распитывает восьмерых детей Да, весь его тикток-аккаунт состоит из подобного рода милых роликов Не особо милую, блядь, чувак что-то мелкий боялся Однако, несмотря на его непростой путь и бедность Он старается не унывать и продвигает позитивный настрой через свой тикток-аккаунт На который, к слову, почти сразу подписалось более 600 тысяч человек А видео стали набирать миллионы просмотров Для людей его история оказалась невероятно трогательной Видя условия, в которых проживает Донг и его восемь детей Они поддерживали его, донатили деньги на еду и прислали одежду Фига себе одежду ему прислали Но я чувствую, там что-то криповое скрывается за всем этим Таким образом, его доход вырос до невиданных для него показателей А его дети просто купались в подарках от неравнодушных зрителей Может, там-то квартиру было купить? Так в чем же тут подвох? Ни в чем Ладно, это я разрядил немного обстановку перед тем, что вы сейчас услышите Эта трогательная история заинтересовала еще одного местного тиктокера Который в своем аккаунте делится разнообразными рассказами о бедности в Китае Он решает навестить этого трудолюбимого отца Поначалу этот тиктокер просто транслировал рутину их семьи И интервьюировал счастливого отца А после этого он решает проспрашивать одного из сыновей И это самое интервью приняло неожиданный поворот с сыном Так, интересно, что же он скажет за сыночек Ребенок упоминает маму А также то, как он и его братья периодически ходят подкармливать ее в сарай на их заднем дворе И может быть... Что, блядь? Это не было бы так странно, если бы не отсутствие хоть какого-то упоминания матери в тиктоках Донга Тиктокер попросил мальчика показать, где живет его мама И, блядь, почему так пацану я просто об этом рассказал-то, блядь После чего сын отводит его на тот самый задний двор А где батя, блядь? Их мать была прикована цепью в сарае Пиздец С замком на шее Почему? Янг потеряла почти все зубы, поэтому едва могла отвечать на вопросы По ее поведению можно было сделать Она прям запугана пиздец Выглядит, что она уже давно оторвана от социума Конечно же, видео завирусилось по всему тиктоку По их тиктоку За несколько дней его посмотрели более трех Три миллиарда раз, охренеть! Трех миллиардов раз Учитывая просмотры с других платформ Это в десять раз больше онлайн-трафика, чем на трансляции зимних олимпийских игр в Пекине Которые проходили, кстати, в том же самом году Жесть Зрители предположили, что все это может быть связано с торговлей людьми Что мать была похищена и удерживалась против своей воли Китайская общественность была возмущена Люди требовали объяснений И они их получили Ну-ка Правительство местного округа опубликовало заявление В нем они утверждают, что провели первичное расследование этого дела И заявляют, что признаков похищения, а уж тем более торговли людьми, здесь нет Они написали Так, а это просто он свою жену, типа, держит заключение Я не понял Писали, что мать страдала шизофренией и часто избивала детей без всякой причины Чего? А, то есть причины все-таки могут быть, да? Придбейней Интересное заявление Особенно учитывая, что в самом видео Женщина буквально напрямую говорит о том, что подвергается насилию на протяжении многих лет И просит о помощи А почему тогда власти так это хреново расследование сделали? Этот мужик подкупил, что ли, или что? Он же, блядь, бедняк, типа Само собой люди были недовольны данным расследованием Поэтому спустя несколько дней власти опубликовали новое заявление В нем они говорят о том, что Янг была бездомной женщиной, которую приютила семья Донга После чего они поженились в 98 году Это еще до рождения всех этих детей Якобы в то время семья еще не знала о психическом расстройстве Янг Более того, оказывается, Янг это не настоящее имя женщины На самом деле ее зовут Сяо Хуамэй Результаты обследования показали, что потеря ее зубов связана с тяжелым заболеванием парадонта А не с периодическими ударами по морде Так А что касается других показателей Не знаю, что это заболевание, кстати, но, видимо, что это с зубами связано Ее здоровье в норме Лишь спустя несколько месяцев расследование показало Что она действительно стала жертвой многочисленных преступлений Связанных с торговлей людьми И только спустя год Шесть человек, которые были как-либо задействованы в деле Сяо Включая самого Донга Были приговорены к тюремным срокам от 8 до 13 лет за похищение Донг получил 9-летний срок Так интересно, зачем он ей похитили, блядь, чтобы детей рожать? Вот так держишь свою жену против ее воли в сарае 8 лет Заставляешь ее рожать восьмерых детей А потом получаешь общественное признание благодаря милым роликам в ТикТоке Проблема торговли людьми в Китае является серьезной и широко распространенной В 2020 году около 3000 человек пропадали без вести каждый день А за год количество пропавших насчитывает 1 миллион человек Пиздец Представьте, 2 человека в минуту пропадает в Китае Просто Пух Люди просто исчезают Это ужасно И никто не может их найти И это несмотря на то, что в Китае установлено самое большое количество камер видеонаблюдения в мире Некоторые смеют, утверждают, что их количество превышает 200 миллионов Этот случай Нет, ты хуя И в очередной раз просто кричит нам о том, что не стоит доверять красивой картинке в социальных сетях Потому что правда, которая стоит за ней, может быть губительна Ну, так оно и есть Последний уровень пошел Вот Саксоно 7 Что там еще может быть хуже, чем вот это вот, то, что сейчас нам показал Брайн Все мы с вами знаем, кто такие стримеры Это такие ребята, которые транслируют свою жизнь, играют в видеоигры, общаются с аудиторией И не имеют возможности записать несколько дублей, потому что все происходит в прямом эфире Сложно поверить, но первый интернет-стрим был проведен более 30 лет назад В июне 93-го И он провел музыкальный гараж-бенд Severe Tire Damage А участниками стали программисты компании Apple, Xerox и Deckbot С тех пор, чего только не случалось на стримах Пожары, наводнения, стихийные бедствия Жесть Визиты полиции Тема такая обширная, что хватит на отдельный айсберг Да я бы посмотрел на самом деле, это интересно Поэтому сегодня я вам расскажу об одном из самых жестоких случаев, который шокировал всю Twitch community Давай В этой фотографии ирландский блогер Стивен МакКаллах В его жизни сложный период Он пришел на митинг, посвященный борьбе с насилием над женщинами Ведь сам он всего месяц назад потерял любимую женщину Его беременная девушка, 32-летняя Натали МакКнелли Была жестоко убита в своем доме 18 декабря 2022 года Охуеть В это время Даже в свою дно бежать Стив проводил рождественский стрим с не очень рождественским названием Ночь насилия Он играл в GTA City, выпивал и иногда как-то загадочно-зловеще улыбался в камеру Но вернемся немного на... Это он ее сам пил, что ли? 5 апреля 2010-го Стивен МакКаллах завел свой блог под псевдонимом WoatSexon07 В первое время его контент состоял в основном из обзоров игрушек и героев фильмов и сериалов Качество было, мягко говоря, такое себе Так 2010-й год, что ты хотел, блин? Снималось все на телефон с фоном из картона Но людям нравилось, и когда количество подписчиков перевалило за тысячу Стивен начал снимать фильмы Как у Хованского Правда, короткометражные Правда, с ужасными диалогами С ужасными сюжетами Ужасные фильмы Кринжовыми просто, да Так, шаг за... Шагом Стив накопил неплохую для его узкой тематики аудиторию Сегодня у Стивена 38 тысяч подписчиков Итак... Так, ты здесь, вон я написал Так, 2022 год, декабрь Страшная ночь, когда была убита девушка Стива, Натали Встречались они недолго и не успели съехаться, несмотря даже на беременность Натали Они жили в соседних городах Она в Лёргань Ого, далеко друг от друга Он в Лисберне Незадолго до начала стрима Стив написал Натали сообщение Сегодня всю ночь буду вести стрим Пожелай мне удачи Натали желает удачи И около 7 вечера Стив садится за стрим Поделившись при этом со своими подписчиками Некоторыми техническими трудностями Отдыхать, типа? Почему не может? В десяток дома Натали подошел неизвестный А в 9.31 соседи услышали крик В 9.50 Неужели он как будто бы заказал ее? И зачем? На камеру наблюдения недалеко от дома Натали Попадает предполагаемый убийца Стив в это время в прямом эфире Проходит очередную миссию ГТА в Асити На следующий день Стив обнаружит тело Натали И вызовет полицию Полиция первым делом заподозрила именно Стива И даже арестовала его Но у него железное алиби Несколько тысяч свидетелей Которые видели его А почему он сказал, что нельзя Не может читать стрим? Точнее чат К чему вообще это было? Это и ночью На стриме Да и сам стрим никуда не делся Запись можно найти на ютюбе И лежит она, кстати, там По сей день В список подозреваемых Стив вернулся примерно через месяц После того, как... Или он просто записал видос И сделал его как стрим И потом пошел, кокнул ее И поэтому сказал, что не может читать чат во ейби Санализировала его стрим и сделала вывод, что это был непрямой эфир. Да, Стив записал стрим заранее, включил его запись в прямой эфир и поехал к Натали. Это он попал под камеры на... Интересно, зачем он это сделал вообще? Непрямой дебил, что ли? В наблюдении в 9.55. Потом сел в чужое такси и вернулся в Лисберн. Следующий месяц он умело изображал скорбящего мужчину. В рождественскую ночь с разрешения родителей Натали он провел у ее тела 20 минут. В другой раз он зашел к родителям Натали, чтобы поделиться своей болью и поддержать их. Стив был в таком разбитом состоянии, что забыл свой телефон у них дома. И вспомнил об этом только через полчаса. Вы можете себе представить? Целых полчаса без телефона. Нет, не могу, блядь, телефон постоянно у меня в руках. Ну, кроме того времени, когда я записываю ролики. Хотя нет, ничего не забыл. Телефон остался ровно там, где нужно было Стиву. И делал ровно то, что хотел Стив. А именно, записывал все происходящее в доме на диктофон. Таким образом, Стив решил проверить, не подозревают ли они чего. Наш стример оказался расчетливым, жестоким и хладнокровным убийцей. И погорел он именно на своем стриме. Именно поэтому он не мог отвечать на вопросы зрителей из чата, смахнув все на технические неполадки. Так зачем же он сделал это? Причина, к сожалению, стара как мир. Из-за ревности человека. Гениально, пиздец. Стив заподозрил Натали в связи с другим мужчиной. Известно, что он читал ее ватсап и твиттер. Есть и более жуткие подробности. Например, Стив гуглил наиболее болезненные и долгие способы убийства. Девнутый. Но это еще не доказано, поэтому просто можно представить, да? Блин, каких только психопатов не бывает на свете. Всех подробностей мы пока не знаем, потому что процесс еще идет. Кстати, Стив так и не признал свою вину. И следующее заседание будет в сентябре 2024. Гениальный. Что ж, подождем. Интересно будет послушать. Ну да, надеюсь, Брайан хотя бы куда-нибудь это в телегу зальет и подойти подробности следующие. Не исключено, что нас ждут еще более жуткие подробности этого дела. Ну что ж, вот мы и опустились до самого дна этого айсберга. Надеюсь, вам понравилось обсуждать эти загадки вместе со мной. Пишите свои мысли в комментариях, мне будет интересно почитать. Кто не смотрел первый выпуск, советую глянуть, а здесь айсберг самых страшных квестов в мире. Не самое приятное зрелище. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые... Только в другой стороне они появились. Ну а я поехал дальше. До скорой встречи. Пока. Пока. Ролик всегда офигенный получился у Брайана. Спасибо ему большое. У меня даже несколько раз мурашки побежали по телу. Жесткие, конечно, события он нам некоторые рассказал. И страшно становится от того, в каком мире мы живем. Если вам понравилась реакция, если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.